Привет, дорогие мои хорошие! Добро пожаловать на канал Живая! Сегодня у нас с вами фем-новости, и здесь мы творим просто уникальный контент, потому что только я на своем канале отбираю новости, которые волнуют любую живую женщину. Новости, о которых мы сегодня будем говорить, как всегда, самые разные, но среди них, как всегда, к сожалению, есть и очень тяжелые и прям трешевые новости. Так, например, сегодня мы поговорим о расчлененке в Санкт-Петербурге. Кроме того, мы поговорим о том, как можно потерять титул мисс-страна, станцевав тверк. И, кроме того, мы поговорим о том, как женщины становятся всегда во всем виноваты, даже если дров наломали мужчины. Готовы? Поехали! Так вот, начнем сразу с расчлененки. Дело в том, что Санкт-Петербург уже давно и, ну, естественно, неофициально признан столицей расчленения людей в нашей стране. По интернету давно ходят шутки и мемы на эту тему. Посмеялись? Ну, на самом деле нифига не смешно, потому что жертвами подобных убийств в основном становятся женщины. Почему? Ну, логика здесь простая. На самом деле женщин убивают в таких вот бытовых условиях, и чтобы потом спрятать, скрыть следы преступления, преступники решают, решаются, я бы даже сказала, избавиться от тела именно таким образом. Все вы, конечно, помните еще громкую историю фемицида Насти Ещенко, когда известный историк в Санкт-Петербурге сначала застрелил ее, а потом решил избавиться от тела, расчленив его на несколько частей. К сожалению, как мы знаем, некоторые части тела Насти, к сожалению, до сих пор не найдены. Так вот, на днях стало известно сразу о нескольких подобных случаях, и да, они происходили в Санкт-Петербурге. Так суд Санкт-Петербурга остановил уголовное дело против Николая Тихонова. Этот мужчина в прошлом году убил свою жену топором и расчленил ее, и некоторые части тела он спрятал в чемодан, а остальные выбросил в окно. Естественно, мужчину задержали очень быстро, но в ходе следствия выяснилось то, что он болеет психическим заболеванием, поэтому вместо тюрьмы мужчина попадет на принудительное психиатрическое лечение. А 6 апреля известный врач, главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков признался в том, что убил свою жену. Вообще, это дело длилось более десяти лет. Его жена Ирина считалась пропавшей без вести, но так об этом властям сообщил сам врач. Он сказал, что его жена, которая была акушером-гинекологом, вышла из квартиры, пошла на работу и не вернулась. Ирину искали все, буквально добровольцы, власти, полиция. Сам Александр даже дошел до того, что участвовал в программе «Жди меня». Но следов исчезновения Ирины просто не могли найти нигде, и в какой-то момент дело об убийстве женщины было таки открыто. Но дело в том, что было оно открыто слишком поздно, и в тот момент, когда его открыли и начали расследование, некоторые улики, которые бы могли показать на то, что случилось с женщиной, уже были недоступны. Так, например, полиция не смогла посмотреть камеры, которые были прям рядышком с подъездом Ирины, и даже не смогли установить, выходила ли вообще Ирина из дома в тот день. После прошествия 10 лет расследованием этого дела, конечно, никто не занимался, а возобновилось оно только благодаря тому, что 92-летний отец Ирины, он вот никак не мог успокоиться, душа его болела, и он добился встречи с главой следственного комитета Александром Бастрыкиным. И попросил, конечно, как можно быстрее, пока он ещё жив, но это я так себе представляю, я, конечно, это надумываю, но я думаю, что я недалеко от правды. Он попросил расследовать и закрыть уже это дело до того, как отец покинет этот мир. Так вот, когда расследование таки возобновилось, следователи допросили мужа Ирины и допросили его с полиграфом. Полиграф явно показал, что он врёт, и следователи, как говорят, надавили на Александра Земченкова, и он признал свою вину. До этого многие люди, которые занимались поисками Ирины, уже подозревали Александра, ну, по крайней мере, в нечестности, потому что, как говорят, через какое-то время после того, как Ирина официально была признана либо пропавшей, либо убитой, он просто женился на другой женщине и, в общем, завёл себе другую семью очень быстро. Эта страшная история, на самом деле, напомнила мне документальный фильм, который я недавно видела. Он называется American Murder, The Family Next Door. Его можно посмотреть на Нетфликсе. Очень-очень шоковый просто контент, очень хорошо сделан документальный фильм. И, в общем, у кого нервы в порядке, могут его посмотреть. Название я оставлю в описании к этому видео. Кстати, когда будете смотреть в описании, не забудьте там вот там нажать на колокольчик и подписаться на мой канал, так вы узнаете о новых новостях, которые волнуют любую живую женщину. Обладательницу титула мисс Папуа Новая Гвинея затравили в интернете. Почему это случилось? Да потому что женщина выложила видео, в котором она танцует тверк в социальную сеть ТикТок. Видео это было достаточно быстро удалено, но кто-то успел его скачать, оно распространилось везде в социальных сетях, и женщина просто получила на себя волну травли и критики. Люди, которые её критикуют, считают, что такое поведение не достойно титула обладательницы мисс Страна. Но ещё страшнее, когда к этой травле присоединяются какие-то официальные лица, так, например, организаторы конкурса мисс Папуа Новая Гвинея решили избавить Люси Майно от титула мисс Папуа Новая Гвинея. Но избавить здесь, конечно, наверное, не то слово, нужно было сказать украсть у неё этот титул. При этом организаторы сказали о том, что они понимают, что женские права нужно защищать, и что в последнее время женщины получают больше свобод, бла-бла-бла, но они также и придерживаются традиционных взглядов и считают, что мисс их страны должна подавать пример подрастающему поколению и быть примером всем людям во всём, что она делает. Почему станцевать твёрк и выложить это в интернет считается неприемлемым для мисс страны, я вообще, если честно, не понимаю. Если вы понимаете, то скажите мне, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно узнать. А мы переходим к следующей новости, и если вы смотрите новости вообще, кроме моих, то вы знаете, что вот несколько дней назад суэцкий канал был перекрыт. А перекрыт он был из-за аварии, из-за того, что большой контейнеровоз просто сел на мель, и сел он на мель таким образом, вот прям поперёк канала, таким образом он вообще перекрыл всё движение по суэцкому каналу, и длилась вся эта забавная для многих и страшная для ещё более многих история в течение шести дней. Пока администрация суэцкого канала пыталась освободить суэцкий канал и сдвинуть вот это судно, мировая торговля терпела потери до 400 миллионов долларов в час, а нефть подорожала на 5 процентов, как говорят, практически только из-за этого инцидента. Так вот представители египетской администрации советского канала уже заявили об огромных потерях и ищут виновного, кто был виновен в этом инциденте, и виновных должны наказать и оштрафовать на огромную сумму. Но пока следствие разбирается, интернет-следователи уже нашли виновную. И как вы думаете, кто это был? Ворованная дробь? Ну, конечно же, женщина. Интернет-пользователи решили обвинить первую египетянку, капитаншу судна, вообще в истории всей этой страны, в том, что произошло в Суэцком канале. Хотя сама женщина не имеет вообще никакого отношения к тому судну, которое село на мель, и работает она совершенно на другом судне. Марва Эл Селехтар – это одна из немногих женщин, которая служит на посту капитана морского судна. Как говорят, вообще в мире только 2% женщин занимают подобные позиции. 98% капитанов во всей морской вот этой вселенной – это мужчины, конечно же. В сети появился скриншот статьи, которая обвиняла Маврю и говорила о том, что вот видите, женщины не могут занимать подобные ответственные посты, потому что вот такие случаются инциденты, то есть вот такие сексистские и абсолютно фейковые и неправильные аргументы. Мавра, естественно, боясь огромного урона своей репутации, опровергла эту фейковую информацию в интернете. Но то, что произошло, показывает, насколько распространён сексизм против женщин, и как быстро и легко обвинить женщину в том, что она не делала, и кроме того нанести урон действительно её репутации, которую она зарабатывала, я не сомневаюсь, тяжёлым трудом каждый день, просто доказывая о том, что она способна делать то, что она делает. Вот такие вот дела, дорогие мои, и мы постепенно подходим к последней новости этого выпуска, и новость эта полезная, потому что я хочу вам рассказать о том, что сеть взаимопомощи женщин «Ты не одна» сделала новый портал, и этот портал посвящён борьбе с домогательством и харассментом на рабочем месте. На портале собраны множество историй женщины, которые пережили домогательство на рабочем месте, ну и другие подобные истории, а также есть ссылки на марафон, как расставить свои личные границы, и как сделать так, чтобы подобные вещи с тобой не происходили, и как ещё поступать, когда они с тобой всё-таки произошли, или вы стали свидетельницей подобной ситуации. А пока я очень рада, что такой информационный проект существует, заходите на сайт, смотрите, что там происходит, если у вас есть какая-то подобная история, если вы хотите ей поделиться, обязательно пишите им, я, может быть, тоже это сделаю. Вот, а пока это была последняя новость на сегодня, всё вы увидите в описании, как всегда, хочу попросить вас поставить лайк и подписаться на это видео, а я вас очень люблю, и мы увидимся, обязательно увидимся в следующем выпуске ФемНовостей. Пока!